США наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по газе. Документ, предложенный Алжиром, призывал к немедленному гуманитарному прекращению огня. По словам постоянного представителя Соединенных Штатов при ООН Линды Томас Гринфилд, требование немедленного безоговорочного прекращения огня не принесет прочного мира без соглашения, которое обязало Бахамас освободить заложников. Томас Гринфилд напомнила о работе с Катаром и Египтом над сделкой по освобождению израильских заложников в обмен на прекращение огня. Любые действия, предпринимаемые Советом, должны способствовать, а не препятствовать этим деликатным и продолжающимся переговорам. Мы считаем, что проект резолюции, находящийся в данный момент на рассмотрении, фактически негативно повлияет на эти переговоры. Он, напротив, лишь продлит нахождение заложников в плену и гуманитарный кризис в Газе и помешает сделке. За принятие резолюции проголосовали 13 из 15 членов Совета безопасности, включая Россию и Китай. Великобритания воздержалась. Посол России Василий Небензи заявил, что Вашингтон продолжает предоставлять Израилю, цитата, «лицензию на убийство». По его словам, Алжир добросовестно организовал обсуждение проекта резолюции, но США выдвинули ультиматум, когда заявили, что проект опасен, поскольку будет препятствовать текущим переговорам. Мы стали свидетелями очередной черной страницы в истории Совета безопасности ООН. Ее вновь написала делегация Соединенных Штатов, которая преследует все ту же цель – покрывать своего ближайшего ближневосточного союзника и максимально тянуть время, чтобы ООН смог завершить свои бесчеловечные планы в отношении газа, а именно выдавить из сектора палестинцев и полностью зачистить анклав, причем в прямом смысле, превратив его в необитаемую территорию. Накануне СМИ сообщали, что Соединенные Штаты предложили конкурирующий проект резолюции Совета безопасности ООН, призывающий к временному прекращению огня в войне между Израилем и Хамас, выступающий против крупного надземного наступления Израиля при граничном рафахе. Согласно резолюции, Совет безопасности должен подчеркнуть свою поддержку временного прекращения огня в Газе как можно скорее на основе формулы освобождения всех заложников и призвать к снятию всех барьеров на пути предоставления широкомасштабной гуманитарной помощи.